Доброе утро! Я очень рад снова быть сегодня с вами. Вчера было здорово. Мне так понравилось, что я от радости, от впечатлений даже уснуть ночью не мог. В общем, очень хорошо было. Меня попросили рассказать про мой костюм. Вы, наверное, помните, что после того, как Индия обрела независимость от Великобритании, ее возглавлял Джалл Харал Неру. Так вот, Неру носил такой костюм. На Востоке Африки этот костюм всегда называли костюмом Неру. Когда Танзания обрела независимость, первый президент Танзании, Джулиус Нерере, он, кстати, вырос там же, где и я, так вот, он тоже носил вот такой костюм. И костюм этот стали называть костюмом Неререса и Неру. Я подумал, мне бы такой костюм, потому что я очень уважаю президента Нерере и Джулиус Харлала Неру. Я думаю, вот тоже хочу такой костюм. И в прошлом году был я в Нью-Дели, проводил там семинар. И представитель принимающей стороны ко мне подошел во время перерыва и говорит, пойдем со мной. Мы сели в машину, поехали в город, и он привел меня в ателье Портнова. И говорит, сделайте этому человеку индийский национальный костюм. И вот на следующее утро я прихожу, и мне шили вот такой костюм, и он мне очень нравится. Так что сегодня я буду в костюме Неру. Виталий разрешил, так что уж тем более буду. Здорово. Давайте обратимся к Господу в молитве. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты дал нам отдых ночью, за то, что Ты даешь нам радость общения сегодня. Пусть Дух Твой Святой пребывает с нами. Ибо, Господи, нам нужно Твое откровение и Твое водительство, когда мы будем говорить о том, что близко и дорого Тебе, о том, что касается нашего пути, пути христиан, вместе с нашими друзьями, мусульманами. Будь с нами, Господь, сегодня. И пусть речь наша будет правильной, справедливой. Даруй нам мудрости, Господи, молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. И еще с удовольствием констатирую, что пришла книга «Диалог мусульмана с христианином». Так что оба учебника у нас уже есть. Так что читайте, пожалуйста, не забывайте. Вчера мы раздали домашние задания вот из этой книжки и из этой, хотя вот этой книжки у вас не было, но это задание было, сейчас и книжка появилась. Сегодня мы будем беседовать с вами на пятую тему «Исламское богословие и практическая жизнь». «Исламское богословие и практика». Вы, наверное, заметили, что материал к этой главе находится в книге «Диалог», 9 и 10 главы. Материал к этой теме в «Диалоге», 9 и 10 главы. Если вы берете и изучаете этот курс в рамках учебной программы, семинарской учебной программы, то вам, кроме обычных письменных ответов на вопросы по этой книге, нужно будет писать еще короткую работу, краткую работу вот по этой книге. И всякий раз, когда мы даем задание, мы задаем чтение двух глав. Одна с христианской стороны, другая с мусульманской стороны. Так вот, к каждому такому чтению вы должны написать письменную работу на двух страницах, описывая, в чем пересекаются и в чем различаются христианство и ислам. Например, первое сравнение. Первая глава — это «Бог в исламе». И тринадцатая глава — «Бог в христианстве». Это вот первые две главы параллельны. Первая и тринадцатая. «Бог в первой главе — исламское понимание». И тринадцатая глава — христианское понимание Бога. Вот по этим двум главам вам необходимо написать работу на две страницы и рассказать, в чем понимание Бога совпадает, а в чем оно отличается. Так что всякий раз, когда мы даем задание, вам нужно будет написать такую сопоставительную работу. Это касается тех, кто учится в семинарии. Все остальные, конечно, работы писать не обязаны. Вы просто читаете, размышляете, думаете. Поняли? Сегодня утром, это в половине пятого или пять утра, наши друзья, мусульмане, проснулись, встали с постели, и многие из них направились в мечеть. Вот с утра пораньше. Мы в Кеннии жили напротив мечети, и в пять утра видели и слышали, как люди просыпаются, встают и отправляются в мечеть. А зачем они туда идут? И зачем так рано? Да по очень простой причине. Они идут, чтобы начать день с молитвы. Эта молитва произносится, как только можно отличить черную нить от белой. Когда это бывает? Ну, вот когда солнце встает, это и бывает. Зимой это позже, летом раньше. Ну, вот придя на молитву, они молятся так. Молитва эта называется фатья. Начальная молитва, первая молитва. Это первая глава, первая сура в Коране. Коротенько очень, семь стихов всего. Сейчас я прочитаю эту молитву. Подумайте, пожалуйста. Вы, христиане, можете молиться этой молитвой? Молитвой. И ее произносят обычно по-арабски. Я по-русски прочитаю. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. Милостивому, милосердному. Царю в день суда. Тебе мы поклоняемся и просим помочь. Веди нас по дороге, прямой. По дороге тех, которых Ты облагодетельствовал. Не тех, которые находятся под гневом. И не заблудших. Аминь. Вот это утренняя молитва. Вы, христиане, можете молиться такой молитвой? Или не можете? Молитва это очень похоже на некоторые псалмы Священного Писания. А если мы скажем Аллахим вместо Аллах и будем молиться этой молитвой, как отнесутся мусульмане к этому? Вряд ли они это примут. Потому что имя Аллах для мусульман очень важно. Отчасти потому, что ислам зародился в политеистическом окружении, где было много богов и много имен для этих богов. Поэтому и настаивают они на одном имени. На одном имени, на одном боге. И имя это Аллах. Молитва всегда читается по-арабски. Потому что и открыта она была, дана она была по-арабски. Поэтому, если вы станете мусульманином, вам нужно выучить эту молитву по-арабски. Это обязательная ритуальная молитва. Традиционная молитва. В мечети мы садимся с мусульманами в кружок. И они говорят, ну давайте, прежде чем начнем беседовать, будем молиться. И вот они протягивают руки, вытягивают руки вперед и молятся этой молитвой Фатья. И иногда, в завершении вечера, уже после нашей беседы, я спрашиваю, а можно мне теперь христианину в вашем присутствии помолиться молитвой, которую нам передал наш Иисус Мессия? Обычно мне говорят, да, можно. Однажды было исключение, когда мне не разрешили. Но обычно разрешают. И тогда я молюсь молитвой «Отче наш». Этой молитвой мусульмане не молятся, потому что обращаться к Богу как к любящему небесному Отцу им совершенно не свойственно. Такого понимания Бога у них нет. Для них Он Бог, Он велик, мы Его служители, мы Его слуги, но Он никак не Отец. У нас не может быть отношений с Ним. Отношения с Ним свойственны нам, христианам. Мы об этом узнаем через Иисуса Христа. Иногда мусульмане молятся этой первой молитвой, и я присоединяюсь к ним. Я не могу, правда, присоединиться к ним в традиционной ритуальной молитве, когда они обращаются в сторону Мекки. Я не могу присоединиться, потому что символизм, который в ней содержится, на мой взгляд, не соответствует Евангелию. Хотя есть христиане, которые со мной не согласны в этом, и они все-таки обращают лицо свое к Мекке и молятся вместе с мусульманами. Я этого делать не могу. Я считаю, что символизм Мекки уводит нас от Евангелия. Но иногда я говорю своим друзьям-мусульманам, да, я к вам присоединюсь в этой молитве. Однако я хочу также перед вами исповедовать, что как христиане мы не молимся каждый день, «Господи, покажи нам прямой путь», потому что путь прямой уже открыт. Видите, в этой утренней молитве, в этой первой молитве говорится о том, чтобы Бог показал нам прямой путь. Я говорю, простите, Он уже нам показан? Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 14 глава. Когда один из учеников говорит Иисусу, «Иисус, покажи нам путь», на что Иисус отвечает, Иоанна 14, 6, «Я, путь истины и жизни. Никто не приходит к Отцу, иначе как через Меня». Вот Иисус уже показал прямой путь. Какой смысл мне теперь молиться постоянно, просить Господи, помоги мне, покажи мне прямой путь. Я лучше скажу Ему спасибо. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты открыл прямой путь. Благодарю Тебя за то, что Ты это сделал. Я хочу попросить Тебя, дай мне возможность ходить прямым путем, прямым путем Иисуса Христа, ведущего нас к Небесному Отцу. Мусульмане этой молитвой молятся не один раз в день. Нет. Эту молитву за день читают 17 раз. Ну как же так получается? Мусульмане молятся по пять раз в день. Это мы знаем. В каждой из этих пяти молитв содержится несколько ракаатов. каждый ракаат включает в себя земной поклон, или даже два земных поклона. Значит, за пять молитв они совершают 34 земных поклона. И молитва эта повторяется 17 раз, потому что каждый ракаат включает в себя эту молитву. Ракаатов 17. Значит, и получается, что 17 раз. Значит, утренняя молитва содержит сколько-то ракаатов, дневная молитва, поздняя дневная молитва, сколько-то ракаатов, вечерняя молитва. Значит, в каждом из этих молитв, в каждом молитвном времени по несколько ракаатов. и в каждом ракаате по два земных поклона, в каждом ракаате по разу повторяется эта молитва. 17 раз повторяется молитва. На подготовку молитвы и к молитве и саму молитву нужно по часу в день на омовение рук, на подготовку, на саму молитву. И я спрашиваю у друзей. Говорю, скажите, а вам не надоедает одной и той же молитвы молиться по 17 раз в день, по часу в день? На что они мне говорят, о, Дэвид, когда лицом обращаешься к земле, когда обращаешься к Господу и говоришь, Господу миров, да будет хвала Тебе, милостивому милосердному, Царю в день суда. Тебе мы поклоняемся и просим помочь. Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, которые находятся под гневом. Молиться этой молитвой, когда лицом к земле и когда перед Богом показываешь, что хочешь полностью подчиняться Господу, полностью подчиняться Его власти, когда ты омыт законом Божиим, когда ты чист, когда Бог омывает тебя в молитве своим законом. Нет, конечно, это не бремя, это радость, радость послушания Богу по Его заповедям. Наши друзья, мусульмане, верно молятся и постоянно молятся. На другом уровне, конечно, есть еще и молитвопрошения. Вы можете прийти в мечеть, и вы услышите ритуальные молитвы, требуемые обязательные молитвы, и после этих обязательных молитв люди садятся в мечети, они вот так вот делают руки, они обращают взор к небу, и тогда они обращаются к Богу с молитвами прошения. Эти молитвы можно высказывать на родном языке, совершенно необязательно молиться по-арабски. человек говорит, «Господи, я молился всеми ритуальными молитвами, обязательными молитвами, я молюсь всю неделю, но, Господи, помоги, пожалуйста, потому что моя жена очень-очень больна, я молю Тебя, Господи, помоги ей, исцели ее, пожалуйста. Боже, обрати взор свой на те молитвы, которые я воздал Тебе, вознагради меня, исцели мою жену». Вот с такими молитвами можно молиться и на родном языке. Это такое введение в нашу с вами сегодняшнюю шестую тему. «Исламское богословие и практическая жизнь». Я бы хотел обратиться к этой теме и представить ее как дом, потому что именно такую картинку чаще всего рисуют мусульмане. Дом. Дом Ислама. Вот это крыша Дома Ислама. Дом Ислама стоит на десяти столпах. С одной стороны этого дома столпы веры. С другой стороны столпы долга. На самом деле, даже в школьных курсах мировых религий нам рассказывают о пяти столпах Ислама. На самом деле, этих столпов целых десять. Говоря о пяти столпах, люди обычно говорят о практической жизни, о долге. но на самом деле столпов десять. Пять столпов веры и пять столпов долга или практической жизни. Сегодня в первой нашей части, в первой нашей лекции мы поговорим о десяти столпах. Понимание это необходимо для понимания богословия Ислама. Итак, пять столпов веры, иман, богословия, если хотите. Во-первых, необходимо верить в Бога. Имя Его Аллах. Бог един. С этого все начинается. Это азбука Ислама. Бог один. Во-вторых, необходимо верить в книги Божии. И книг этих несколько. Во-первых, Сухуф. Переводится как Свитки. Сухуф — Свитки. Сухуф пророка Авраама. Но где же они, эти самые Сухуф пророка Авраама? Увы, потеряны. Нету их. Мы не знаем, где они. Этих книг просто больше нет. Второе. Таурат или Тора пророк Моисей. В-третьих, так, что такое Тора пророка Моисея, вы помните, да? Бытие, исход, левит, числа, второзакония. Книги Моисея. В-третьих, необходимо верить в збор Псалмы пророка Давида. И необходимо верить в Инжил, Евангелие Иисуса Мессии. И, наконец, необходимо верить в Коран, то есть повторение, провозглашение Куран. В-третьих, третье. Необходимо верить пророкам Божьих, во всех пророков Божьих. мусульмане говорят, что было 24 тысячи пророков. У каждого народа, на каждом языке есть Божьи пророки. Некоторые мусульмане скажут даже, что Будда был пророком Божиим, хотя, по большому счету, Будда был атеистом. В каждой религии, в каждой культуре были и есть Божьи пророки. В-четвертых, это четвертый уже столб, необходимо верить в ангелов. И, наконец, необходимо верить в последний суд. А теперь давайте кое-что нарисуем. Я нарисую мировоззрение, в котором проявляются все эти столпы. Несколько лет назад я в Германии беседовал с одним благословым мусульманином. Это был долгий достаточно диалог. Уже на второй день я показал вот эту диаграмму. Я спрашиваю, это правильно отражает ваш взгляд на мир? Да, говорит он. Итак, первый столб веры в Бога. в исламском мировоззрении Бог сотворил Адама как первого мусульманского, первого исламского пророка. Бог дал миру ислам, Бог дал Адаму ислам. Мы об этом уже говорили. Адам первый исламский пророк. Бог дал, не спасал Адаму ислам. И вот это вечный и неизменный ислам. Это вечное Слово Божие, записанное на Матери всех книг в небесах. Вечное Слово Божие ислам. И вот со временем прошло время, и Бог дал частичку этого слова через пророка Авраама. Вот это Сухуф. Но, как мы сказали, Сухуф утерян. У нас его нет. Затем прошло еще сколько-то времени, и Бог послал Таурат. через пророка Моисея. И, в общем, понятно, что это первые пять книг Библии. Те книжи. Прошло еще сколько-то времени, и Бог послал Забур в Салмы через пророка Давида. Инжилл. Прошло еще какое-то время. Бог послал Инжилл. Бог дал нам Инжилл, то есть благую радостную весть. По-арабски слово Инжилл называется Евангелие. Бог дает Евангелие, благую весть, через Иисуса, Мессию. Кстати, обратите внимание, что они никогда не называют Его просто Иисус, только Иисус Мессия, Иса Мессия. Если вы просто скажете Иисус, они вас обвинят в неуважении к Иисусу. Он Иисус Мессия. Или в Коране часто говорится Иисус Сын Марии. Никогда не говорится Иисус Сын Иосифа. Всегда Иисус Сын Марии. Иса бен Мариум. Но когда я беседую с мусульманами, я всегда называю Его Иса, Иисус Мессия или Иса Мессих. Никогда не говорите просто Иисус. Мусульманам это не понравится. Он Иисус Мессия. Через Него, через Иисуса Мессию дан Евангелие. И наконец Коран, который был дан через пророка Мухаммеда. Вот эти откровения пришли посредством ангелов. Это следующий столб веры. Теперь смотрите. У меня уже четыре из пяти столпов веры выстроены вера в Бога, вера в пророков Божьих. Мы здесь указали нескольких пророков Божьих, через которых даны книги Откровения. Эти пророки, через которых даны книги Откровения, называются Расул, посланники. То есть посланники. У них особая роль. Они получают книги Откровения. Кстати, не все пророки получают книги Откровения, но эти получили. Авраам, Моисей, Давид, Иисус, Мессия, Мохаммед. Все они получили книги Откровения. Значит, нужно верить во всех пророков, их 24 тысячи, но вот эти конкретные пророки имеют особую роль в том смысле, что они получили книги Откровения. А как переданы пророкам эти книги Откровения? А через ангелов. Ангелы передают Откровения. Именно поэтому, чтобы стать мусульманинам, нужно верить в ангелов, потому что эти Откровения передаются людям через ангелов. Вот у нас уже 4 из 5 столпов веры. И 5-й дальше. Столп веры, последний суд. Я не знал, как его разместить на диаграмму, поэтому у меня пока только 4 нарисовано. Многие мусульмане добавляют еще и 6-й столб веры. предопределение. Бог властитель, вседержитель, соответственно, все, что происходит, все происходящее предопределяется его волей. Это называется словом кадр, вера в предопределение, предетерминизм, если хотите. Бог сам предопределяет все аспекты нашей жизни. Это богословское учение пронизывает большую часть современного ислама. Как и христиане, мусульмане спорят по поводу человеческой свободы и божьего суверенитета. Особенно сегодня исламское богословие все больше и больше склоняется к божьему суверенитету. Фактически для многих мусульман божий суверенитет стал шестым столпом. А теперь вопросы. Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Так мусульманам все это нужно читать. Значит, они должны читать и Инджил, и Забур, и Таурат? Или они просто должны верить, что все это существует? Кто имеет Тору, и Забур, и Инджил? Где эти книги можно найти? В Библии, конечно. Понятно. Да, в Библии. Значит, у мусульман этих писаний нет. Они появляются у мусульман только когда мусульманам дают Библию. Мусульмане об этом особенно не беспокоятся. Они говорят, что Коран объясняет и пересказывает все самое важное в древних писаниях. Если есть такой пересказ и обобщение, то зачем нужны древние писания? Беседуя с мусульманами, мы говорим, ну смотрите, если Бог доверил нам эти писания, эти прежние писания, а вы на них не смотрите, может быть, вы поступаете неправильно? Может быть, вам стоит посмотреть и прочитать эти прежние или древние писания? Мы к этому призываем. когда вы говорите, что Коран все это объясняет, разъясняет, пересказывает, нужно, по крайней мере, понять, что именно объясняет и пересказывает Коран. Мы говорим, что если вы хотите во все это верить, если вам нужно во все это верить, вы должны верить, тогда прочитайте, по крайней мере. Кстати говоря, помните, что в Коране написано, обращаясь к Мохаммеду. Читай Писание. Если есть вопрос, если есть проблемы, обращайся к Писанию. Но они ведь, получается, не принимают Евангелие в христианской Библии. Значит, они, наверное, все-таки верят, что Инжил тоже потерян, потому что они ведь считают Евангелие испорченным. Искаженным. Но вы звучите как очень преданный мусульманин. Они действительно часто говорят, что Евангелие испорчены. Об этом мы будем говорить несколько позже, когда дойдем до Корана и сопоставим его с Писанием, с Библией. Да, действительно, многие мусульмане говорят, что Евангелие исковерканы, испорчены, искажены. Почему у нас нет Евангелия? Многие говорят, что вот у нас действительно нет Евангелия, потому что они открывают Новый Завет, и там видят Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Они говорят, а где здесь Евангелие Иисуса и Мессии? Многие из них считают, что Иисус принес книгу, а люди не поверили этой книге, и поэтому Иисус забрал эту книгу с собой в небеса. И они говорят, мусульмане говорят, смотрите, этой книги больше нет, потому что люди ее не приняли. Люди не могут понять, мусульмане не могут понять, почему Евангелие 4, но нет Евангелия от Иисуса Христа. А Забур, то есть что, они принимают все 150 псалмов, которые у нас есть в Библии, или у них другое исчисление. Нет, Забур, или Евангелие, или Таурат, они могут читать только по Библии. У них нет своих вариантов Забур, кроме того, что написано в Библии. Нет. И да, они понимают, что эти писания содержатся в христианской Библии или в еврейской, в иудейской Библии. Именно поэтому, кстати говоря, они так глубоко уважают Библию. Но одно дело уважать, другое читать. Они уважают, но не читают. Помните, что в Коране написано? Не скрывайте священное писание, не скрывайте, делайте писания доступными. И Мохаммеду было сказано, чтобы он спросил у христиан, что говорится в их писаниях. Именно это мы используем часто в качестве зацепки, чтобы начать разговоры с мусульманами. И пока завершаем, и через пять минут продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok